Здравствуйте! В эфире программа «Итоги» обзора основных событий этой недели. Добрый вечер! В студии для вас работают Александр Диаков и Ян Ермешов. Ну и в начале выпуска коротко о главных темах. Плату жильцов за отопление решено оставить равномерной. Край не стал принимать предложения федерации платить за гигакалории по факту. Почему мы сохранили прежнюю модель и что увидят жители края в своих квитанциях с наступлением холодов? У красноярского футбольного Енисея начался сезон. Эксклюзивное интервью с новым главным тренером команды и легендарным футболистом Андреем Тихоновым. Из большого путешествия вернулись участники проекта «Енисей объединяет» более 5000 километров за спиной, полтора десятка остановок по всему пути следования и, конечно, за сибирские красоты. Репортаж Сергея Доставалова о том, как это было и что впечатлило героев проекта больше всего. Итак, схема оплаты жильцов за отопление останется прежней, то есть по одной двенадцатой за каждый месяц равными платежами в течение всего года. Были, конечно, предположения, что плата за тепло может резко вырасти, ведь федеральные законы все-таки требовали перейти к фактической оплате. То есть, когда летом мы не платим вообще, осенью понемногу, а зимой вообще по полной. До последнего момента было непонятно, переходим мы на новую систему или нет. И если переходим, то кто именно, какие города и какие типы домов. Теперь ситуация полностью разъяснилась. Что именно мы увидим в своих платежных квитанциях, давайте разбираться. Ровно пять лет назад федеральное правительство постановило, что к 2016 году все жильцы должны перейти к оплате за отопление по факту потребления услуг. Все пять лет к этому шло. Писались соответствующие подзаконные акты, активно внедрялись приборы учета, как индивидуальные, так и общедомовые. Проводили собрания жильцов, а кое-кто даже успел и перейти на фактическую оплату тепла в холодные месяцы. У нас в крае это, например, уже полтора десятка муниципалитетов, как, например, город Канск. Мы сейчас город Канск платим по одной девятой. Я считаю, что это явление нормальное. Я считаю, что это, так сказать, каким-то образом стабилизирует общую ситуацию и, значит, как бы выражает мнение сегодня населения. Почему люди должны платить летом, когда летом, значит, тепла не получают. Платить по факту логично и цивилизованно. Сколько потребил, столько и заплатил. Но в холодной Сибири такая схема означает слишком большой разброс платы в течение года. Зная о том, что нам предстоит переход на фактическую оплату, многие управляющие компании и ТСЖ уже даже успели сделать предварительные расчеты. Я попробовала посчитать трехкомнатную квартиру 72 квадрата. Взяла самый холодный месяц за зиму, сколько нам выставляли ТГК-13 в этом году. Получилось, что квартира трехкомнатная 72 квадрата в месяц бы в этот самый холодный заплатила примерно 3330 рублей только за отопление. Но это в пиковый период. А если посчитать в среднем, то для семьи, проживающей в Красноярске, плата за отопление квартиры площадью 54 квадратных метра увеличилась бы с осени на 455 рублей и составила 1820 рублей. Этот разрыв мог бы стать неприятной неожиданностью для многих граждан. Это привело бы к резкому увеличению в периоды отопления платы за жилищно-коммунальные услуги. Мы серьезно продвигали федерацию к тому, что все-таки нужно разрешить регионам продолжить практику по 1,12 платить, рассчитывая, таким образом усредняя вот эту плату. Федерация в итоге нас услышала. Она не отменила переход на фактическую оплату, но оставила право на окончательное решение за региональными властями, в зависимости от ситуации и готовности на местах. И вот появилось уже краевое постановление о том, как мы будем платить за тепло. С 1 июля 2016 года на территории Красноярского края сохранится способ оплаты за отопление равномерно за все расчетные месяцы календарного года равными долями. При этом есть муниципальные образования, которые и до 1 июля 2016 года традиционно уже много лет оплачивали по домам, не оборудованным приборами учета, по нормативам потребления, установленных органами местного самоуправления, рассчитанным в оплату исключительно в отопительный период. По данным муниципальным образованиям будет также сохранен существующий способ оплаты. Иными словами, ничего ни у кого не поменяется. Усредненная ежемесячная плата по 1,12 остается в силе практически для всех городов и районов, в том числе для Красноярска. Ну а те 17 муниципалитетов, которые уже успели в свое время перейти на оплату по факту, вроде Каннска, для них тоже ничего не меняется. Раз выбрали оплату по факту и уже привыкли, пускай так и платят. Постановление действует до 2020 года. Лишь потом, возможно, весь край перейдет на фактическую оплату отопления. А до той поры действует метод 1,12. Объясним, как это рассчитывается. Берется фактическое потребление дома за каждый месяц отопительного сезона. В нашем примере это 9 месяцев и по 300 тысяч рублей, хотя в реальности суммы каждый раз разные, в зависимости от температуры за окном. Все это складывается, делится на 12, и эту сумму нашему дому как бы вменяют на следующий год. Такая вмененная сумма, конечно, отличается потом от фактической, поскольку все зимы разные. В холодную нам отгрузят больше гигакалорий, в теплую меньше, поэтому периодически проводится перерасчет. В меньшую, что редко, но чаще в большую сторону, что неприятно удивляет в январской или февральской квитанции. Схема, конечно, не очень оптимальная с точки зрения экономики, но зато удобная для планирования семейных бюджетов. В отличие от нее, оплата по факту непредсказуема. Вот если говорить про то, как удобнее или неудобнее, то удобнее платить, конечно, 1,12, то есть равными долями в течение года. Потому что люди четко понимают, что примерно один и тот же платеж, и они, соответственно, уже свой бюджет корректируют, домашний, семейный и так далее. Если говорить про то, как понятней, то, конечно, понятней, когда по фактическому начислению. То есть, соответственно, здесь человек понимает, что дом потребил тепла столько-то, и он заплатил. Но, к сожалению, в этом случае получается, что поскольку летом платеж будет достаточно маленький, величина платежа будет небольшая, то люди будут забывать зачастую или даже не знать о том, что нужно откладывать эти деньги на зиму. А, соответственно, зимой, когда платеж будет в два раза больше, то многие будут уходить в долги. Это приведет к тому, что зимой плата значительно будет выше, чем привыкли люди. Ну, а летом три месяца ее совсем не будет. Поэтому, если научиться планировать свой годовой личный бюджет, это можно. Ну, как правило, люди живут от зарплаты до зарплаты, поэтому сложно очень откладывать на завтра. С экономической точки зрения, конечно, правильнее было бы платить по факту. Но с точки зрения населения, социальной поддержки населения, экономической поддержки населения, мы приняли решение платить одну двенадцатую, так, как платили практически все десятилетия предыдущих лет. На этом неделе, во вторник, на Красноярска брошился настоящий ливень. По словам городских властей, ситуация была близка к чрезвычайной. По данным синоптиков, за сутки выпало почти 40% от месячной нормы осадков. Настоящие озера на проезжей части образовались почти во всех районах города. Потоплена была улица профсоюзов, железнодорожников, Калинина, Естынская. Дошла вода и до частного сектора. Машины уходили под воду, залило даже салоны пассажирских автобусов. Кроме техники, стоящей на балансе города, пришлось привлекать спецтранспорт Министерства чрезвычайных ситуаций. Всего устранять последствия стихии на улице города вывели 130 единиц техники. Молния попала в одну из электропостанций в центре Красноярска. И 40 домов остались без электроэнергии. Но устранение последствий аварии ушло несколько часов. На 25 участках на дорогах образовались провалы. Их должны устранить в ближайшее время. Кроме того, городские власти уже проверили порядка 25 подпорных стен. Не пострадали ли они от последствий стихии? По словам первого заместителя главы Красноярска Игоря Тетенкова, город с такой неординарной ситуацией справился. Власти знают о проблемных участках и откачивающая техника была отправлена туда сразу. Сейчас ведется расчет, сколько необходимо денег на ремонт ливневой канализации в самых проблемных участках. А где-то планируется ее прокладка буквально с нуля. В следующем году мы начнем строительство очистных сооружений под ливневую канализацию. То есть у нас на правой стороне на Свердловской улице не было. Это вот сейчас у нас появится. На левом берегу, как раз у нас одно из таких серьезных мест, не справляется у нас ливневка на авиаторов. Под мостом выезд на Октябрьский мост. Это мы знаем, специалистами уже расчеты делаем. В том году мы приняли меры, исходя из возможных средств по улице Глинки, мы порядка 200 метров сделали ливневки, но недостаточно. Еще необходимо сделать. В сторону выезда Маганская есть проблема. Ну и цифры, которые нас впечатлили. Общая протяженность дорог в Красноярске 1186 километров. На левом берегу проложено около 122 километров ливневой канализации, а на правом этапе меньше всего 61 километр в ливневке. Этого явно недостаточно, говорят власти. Кстати, досталось во время потопа и городской системе водоотведения. Многие воспринимают канализационные люки как часть ливневой системы, хотя это разные сети. Это действительно так. Дорожные службы, жилищные организации, да и обычные граждане самовольно открывали люки, чтобы уходила вода. Коммунальщики предупреждают, что такое самоуправство влечет риски. Сейчас они проверяют колодцы, которые были вскрыты. В результате сток в очистные сооружения увеличился в 4 раза. Причем в воде было много мусора. Для того, чтобы предотвратить засор и останов технологического оборудования на сбор мусора из точных вод, вышел весь персонал, который только есть на очистных сооружениях, не только те, кто работают на решетках. Всего 12 июля на решетках левобережных и правобережных очистных сооружений было собрано 5 тонн мусора. Для сравнения, в обычный день при правильной эксплуатации сетей собирается не больше 200 килограмм. А далее в программе футбольный сезон начался. После небольшой паузы эксклюзивное интервью с новым главным тренером Красноярского Енисея, легендарным футболистом Андреем Тихоновым. Оставайтесь с нами.